Недавно у нас в Инстаграме или ВКонтакте, я не помню уже, наткнулся на такой комментарий типа какой у вас ноутбук от MSI вы вообще посоветуете и какой флагман игровых ноутбуков Сегодня мы сделаем обзор на MSI GE72 Apache Pro И начать я бы хотел конечно с внешнего вида, толщина данной модели 27 миллиметров, вес 2,5 килограмма Относительно легко, удобно, ну и мощно, а мощность чуть попозже Все ноутбуки G серии выполнены в черно-серых тонах, в принципе все как всегда Просто одна модель крупнее, другая поменьше, в общем выбирая на свой вкус Если кто не понял, G означает геймерский, то есть ноутбуки этой серии если и стоит брать, то точно не для учебы или работы Ну а если перерывок между вышеперечисленными вы все-таки решили отдохнуть и уйти с головы в виртуальную реальность, то этот ноутбук определенно вам подойдет Что-то я отошел от темы дизайна, крышка выполнена из алюминия, как и поверхность вокруг клавиатуры Ну и вот такие вот ребра присутствуют с обоих кромок бортов крышки ноутбука На крышке также красуется логотип MSI вместе с логотипом G серии, который кстати подсвечивается в темноте Что касается всякого рода портов, то тут слева края красуется порт для LAN кабеля Три USB 3.0 с поддержкой быстрой зарядки, HDMI, мини-дисплей порт, позолоченные коннекторы для джеков, микрофона и наушников Продолжая тему портов, на правом крае расположен Blu-ray привод, USB 2.0, картридер, ну и порт для подзарядки самого ноутбука На верхнем торце находится сопло для выдува горячего воздуха, кстати то чего многим не хватает Наверное знакомо, когда выдув идет под правую руку, когда вы держите мышь, вызывает дикий дискомфорт Ну а сейчас, когда достаточно прохладно, такие ноутбуки можно использовать как обокреватели В общем, то что касается выдува воздуха, в этом ноутбуке все идеально Открыв ноут, я сразу обратил внимание на экран 17,3 дюйма Full HD с матовым покрытием, в общем не бликует Ладно, за то время пока я тестил, никаких нареканий он не вызвал Что касается железа, тут 4 ядерный Core i7, 6700 SkyWake, оперативки здесь 8 гигабайт, DDR4 Есть два дополнительных слота под оперативку, так что можно довести до 32 гигабайт 970 видеокарта, жесткий диск на 1 терабайт, продолжая тему дна, 4 колонки находятся снизу, ну плюс один сабвуфер Так что звуку тут никаких нареканий И стоит обходить такую замечательную технологию, как Double Shot Pro Весь смысл технологии заключается в том, что если вы подсоединились к интернету через LAN кабель и одновременно подключились через Wi-Fi, то скорость соответственно вырастает То есть скорость скачивания файлов выше, пинг в играх ниже, все просто Что касается клавиатуры, она стандартного типа, само собой от SteelSeries Но странно для SteelSeries то, что между клавишами больно много места Ход кнопок средний, по высоте Одна из особенностей этого ноутбука, то что клавиша Windows находится справа Наверное, чтобы при игре не задевать Подсветка, как всегда, на уровне Кстати, не сказал я о тачпаде Он немного убран левее по сравнению с предыдущими версиями Если есть и хардкорные, или просто я назову этих людей героями, которые играют через тачпад То 100% здесь делать это будет не очень удобно Так что лучше обзарядитесь мышками Кстати, если вы не видели обзор мыши от Logitech, то ссылка будет вот здесь Не сказал я о двух дополнительных кнопках В общем, крайняя слева запускает систему охлаждения на максимум Если вдруг вы чуете, что пахнет жареным, что навряд ли может быть Нажали кнопку и все отлично Но, как по мне, этой кнопкой увлекаться не стоит И не забывайте отключать повышенный оборот Следующая кнопка – это регулятор подсветки В общем, это не то, что отдельная история Это отдельный мир Мир SteelSeries Помимо этой кнопки вас ждет спецутилита, благодаря которой вы сможете делать цветовые рисунки на клаве В общем, творите, что хотите Ну и поиграв на этом ноутбуке в игры, я понял, что в ближайшие 2-3 года точно смогу играть на максимальных настройках Без всяких помех, фризов и всего такого Так что этот ноутбук, который сможет вам заменить стационарный игровой компьютер Если не полностью, то в плане игр, так это уж точно ФПС не проседает, играется комфортно Я даже, если честно, отдавать не хочу В завершение хотелось бы сказать спасибо за ваши вопросы Подписывайтесь на наши социальные сети А на этом у меня все Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok